Главы государств, которые контролируют свыше 70% мировых запасов газа, собрались в Тегеране. Там стартовал форум стран-экспортеров голубого топлива. В заседании принимает участие Владимир Путин, у которого также запланированы и двусторонние встречи. Подробности узнаем нашего корреспондента Антона Верницкого. Он в прямом эфире. Антон, на повестке не только экономика и энергетика, но и в свете последних событий борьба с терроризмом? Да, действительно, Валерий, Владимир Путин в последний раз до этого посещал Иран в далеком уже 2007 году. Тогда, 8 лет назад, здесь проходил форум государств Каспийского региона, и проблемы решали несколько иные. Для того, чтобы понять, насколько важен этот визит российского президента, достаточно сказать, что Иран в регионе считается одним из крупнейших политических игроков. Его влияние на соседнюю воюющую Сирию столь же велико, что без поддержки Ирана сирийскую проблему решить будет очень сложно. А после снятия санкций Иран еще и крупнейший экономический игрок. Еще до того, как президент России примет участие в форуме стран экспортеров газа, он открывается прямо в эти минуты, прямо сейчас. Он встретился с верховным руководителем Ирана Айталой Хамейни. Скажу, что саммит вот-вот прямо открывается прямо в эти минуты. Я выбежал оттуда из здания, где это проходит. Мы ожидаем выступления президента, но достаточно сложно работать в Иране с журналистом, даже на таких вот международных саммитах. Настолько закрытая страна, что нам запретили пользоваться мобильными телефонами и собственными ноутбуками. Раздали ноутбуки с арабской клавиатуры. Так что приходится нам работать, что называется, вспоминать, как писать рукой. Но если серьезно, саммит этот собрал страны, которые добывают действительно все вместе больше 70% всего природного газа. Образована эта организация в 2001 году, но официальная работа начала после встречи в 2008 в Москве, как некое подобие ОПЕК, форума стран-экспортеров нефти. Помимо участия в этом форуме, запланированы двусторонние встречи с президентами Боливии, Венесуэлы у российского президента. И, конечно же, переговоры с главой Ирана и подписание совместных документов. Вообще же, очень насыщенная программа, которая завершится, когда в Москве будет глубокая ночь. Так что нам здесь в Иране еще работать и работать, Валерий. Да, Антон Верницкий из Тегерана, где стартовал форум стран-экспортеров газа. Участие в нем принимает Владимир Путин.